всем привет вы на канале анзелли стайл здесь мы занимаемся тюнингом фар как вы поняли из названия сегодня у нас в студии фары с легендарных бмв в кузове 36 небольшое предисловие как вы знаете все эти английские глазки они все пошли именно от автомобилей бмв но тем не менее именно эти фары не были оснащены английские глазками это если ошибаюсь год 92 вот выпуска и в то время английский глаза на них не было сейчас мы постараемся это исправить данная фара который вы видите это моя личная фара и приобретал для разработок так получилось что она китайская фирмы тик сразу прошу обратить внимание на форму рифления стекол то есть рисунок рифления да здесь кстати настоящее стекло не пластик не поликарбонат также они разбираются без вообще чего-либо то есть они просто тупо здесь две скобы снизу две скобы и защелки с по бокам все очень просто но на днях один из подписчиков привез вот такие маски это с оригинальный бмв е36 под установку глазок и как мы видим они довольно таки сильно отличаются изначально скажем что отличаются они рисунком рифления далее следует отметить что устройство и крепеж от этой маски также отличается от китайской то есть вот это условно одна цельная деталь то есть весь вот этого черный пластик на китайской и она может быть разобрана только путем снятия стекла удаления вот именно вот этого большого раннего а он удержится на полиуретановом герметике здесь же данная деталь явно снималась без каких-либо расклеивания разборок и все прочее то есть тупо снималась ну и последнее самое важное для меня отличие которое я обнаружил что данные вот эти рефлекторы они отличаются по размеру а именно по диаметру то есть китайской фары он сильно меньше сейчас возьму штангенциркуль и мы это все дело замерим и так на вскидку с китайской фары практически 122 миллиметра диаметр то есть именно внутренний диаметр данных рефлекторов и с оригинальных сто тридцать семь с копейками но он практически сто тридцать восемь миллиметров то есть сто двадцать два миллиметра против ну против ста тридцати восьми к чему и это все я думаю вы сами уже все понимаете что английские глазки которые подходят на китайские фары не подойдут на оригинальные и на оборот это то что он на что я хотел именно обратить ваше внимание что фары действительно разные хоть и на один автомобиль для меня честно это было неожиданно тем не менее под новые фары под оригинальные маски я сделал такие английские глазки они в силиконовом исполнении то есть силиконовым наполнителем так как их установка логичнее всего устанавливать их внутри внутренней части самой фары здесь будет довольно жарко высокая температура поэтому выбор полна силикон глазки устанавливаются вот таким образом они подходят по диаметру по габаритам их остается грубо говоря только проклеить полу контуру каким-либо клеящим составом силиконовым герметиком либо полиэтановым стекольным каким-либо еще я обычно использую такой момент гермен сто процентов силикон у него спецификации указано что он идеально подходит для автомобилей фар фонари и стекол и если честно с ним никогда проблем не было то есть от него не мутнеет стекла ничего не выгорает и не растрескивается это не реклама тем более что последнее время его все сложнее найти возможно из-за нашего импортозамещения не важно и так далее по глазкам они устанавливаются таким образом проклеиваются точки соприкасания с внешней стороны клеящим составом и дальше все это уже собирается фару и так я закрепил временно элементы бутиловым обычным герметиком вам так делать не следует как видите провода выходят снизу далее эти провода самой фаре нужно завести вот сюда под отражатель основной то есть провести их в щель либо сюда в угол вообще где вам понравится далее они заводятся сюда и здесь нужно разместить стабилизатор напряжения которые будут защищать эти глазки от скачков напряжения вот так чаще всего выглядят эти стабилизаторы у этих слишком длинные провода но это мелочи у них есть вход выход питания то есть вход это подключение именно к проводке к фаре выход но на сами вот эти глазки то есть вход от источника выход на употребитель самое важное это не путать полярность черный минус красный плюс перепутаете полярность на входе и стабилизатор сгорает мгновенно вы даже ничего не сможете сделать как определить по сути где плюс где минус здесь внутри есть свои говорит и и не сложно понять что нашем случае коричневый вот это у нас минус общей масса сейчас я найду плюс вот открыл я вторую крышку короче как я и говорил коричневый это у нас общей масса минус и черный у нас плюс это в случае с в данном случае с китайской фары то есть вот это ее штатная габаритка и именно коричневый минус черный плюс обычно наоборот обычно черный всегда минус здесь видимо сделали все вот так давайте наверно это все соберем в кучу да и посмотрим как это будет выглядеть за кадром я подключил глазки сразу скажу они не выглядят инородно вполне естественно и гармонично цвет у них свечение такой приятный белый даже сказал бы прохладный давайте на включим посмотрим так они выглядят они не выглядят колхозно и вполне эстетично я думаю это довольно-таки неплохой отличный способ преобразить внешний вид легендарной бмв в кузове и 36 и и и и и и а на этом у нас все ставьте лайки подписывайтесь на канал вступайте в нашу группу вконтакте ссылка будет ниже в описании всем удачи всем пока а